ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оба родом из Пскова, но никогда там не виделись. Я в 2011 году играл в са-футбольный клуб Томи в Томске. Вот, собственно говоря, благодаря Томску и одной социальной сети я встретил Маргошу. Я помню, когда мы начали переписываться, на меня произвело впечатление, почему я вообще стала с Ильей общаться. Он писал очень грамотно. А у меня первый высший имьяз, и я обращала внимание на все запятые. Я, естественно, спросила, почему он стоит в Псков, а он где-то не у нас. Вот он мне объяснил, что он работает в Томске, но он не сказал, чем он занимается. Я решила, что он инженер. Для восходящей спортивной звезды ученика спартаковской школы Ильи Гультяева это был принципиальный момент. Есть девушки, можно так сказать, которые охотятся на спортсменов. И я хотел свою деятельность скрыть, потому что хотел поближе узнать человека, а не так, чтобы со мной начали общаться из-за того, что я какой-нибудь спортсмен. И Маргарита оправдала его ожидания. Когда я узнала, что Илья футболист, у меня было разочарование. Ну, во-первых, как бы я тогда имела мнение о футболистах, и вообще в целом о профессиональных спортсменах такое достаточно стереотипное, что это люди не очень образованные, да, не очень, может быть, не станет интеллигентными. Когда я маме сказала, что вот Илья, молодой человек, мне симпатизирует, мне нравится, мама говорит, чем он занимается? Я говорю, он футболист. Мама говорит, ну, понятно, а работает он где? Спустя, может быть, неделю мне дали два выходных, вот, и я из Томска сорвался в Псков, чтобы уже вживую пообщаться, познакомиться. А когда я Илью уже увидела вот перед подъездом, он вышел и говорит, постой минутку, и открывает багажник, ушел за машиной, у меня такая реакция, ну, странный парень, мы так долго общались, он что-то там за машиной спрятался в багажнике, и он достает большой букет роз, 101 розы. Я, конечно, не ожидала, мне было очень приятно, потому что это было эффектно, красиво, вот. Мне было не поднять этот букет. Такой поступок покорил неприступную Маргариту. Ребята начали встречаться, а потом решили пожениться. В браке уже 4 года и стали настоящими друзьями. Маргоша всегда рядом со мной и обязательно ходит на все матчи, потому что у нее важна ее поддержка, я ее чувствую, вот. Ну, и она знает то, что не так часто я забиваю, но если я забиваю, то во всех голы посвящается Маргоше. Сердечко. Ну, и показываю сердечко. Как мудрая жена Маргарита старается перед играми свести общение с мужем до минимума, до одной СМС. Ну, это всегда по-разному. Нет какого-то плана. Это вот вдохновение находит. Иногда не подобрать слов молитву, свидываю, какую-нибудь коротенькую. На удачу, на успех. Эта талантливая девушка смогла даже подобрать для Ильи ключ к успеху на нелегком спортивном поприще. Я люблю очень фисташковый тортик. Вот и Рита его как раз готовила. То ли совпадение, то ли он на самом деле такой чудесный и придает мне сил. И он помогал нам в команде и приносил результат. Говорят, было пару голов. Очень фисташковый. Я был благодарен за этот тортик. У ребят наполеоновские планы. Рита теперь хочет открыть семейную кондитерскую. И тогда Илья уж точно добьется невиданных успехов в футбольной карьере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин